В Гекит состоялась реконструкция Дня Победы. Местом действия стал двор Киновидеотехнического колледжа. В аутентичных декорациях Ленинградского двора организаторы попытались воссоздать атмосферу далеких сороковых. Здесь расположилась полевая кухня с самоваром, выставки оружия и автомобилей времен Великой Отечественной войны. Все машины с богатой историей. В этих машинах уже снимались известные актеры нашей страны. Вот эта машина 1936 года выпуска. Эта машина возила первой старой райкома партии одного из наших регионов. После этого она служила в НКВД. Интересная у нее судьба. После того, как она прошла по фронтам Великой Отечественной войны, она оказалась в автомобиле такси. Представляете, какая интересная судьба автомобиля 1936 года. Сейчас люди-то столько не живут, сколько живет этот автомобиль. Но и главное, что она вошла в историю тем, что действительно она очень плотно, она работает на кинематографе. Она действительно сохраняет эту историю. Студенты вуза и колледжа подготовили концертную программу. Гостями мероприятия также стали студенты, преподаватели и сотрудники института, колледжа, ученики школ Санкт-Петербурга. Были и почетные гости. Руководитель музея «Бессмертный полк» Иван Ананиев преподнес вузу подарок – знамя «Бессмертного полка». Во-первых, очень здорово, что силами и учащихся, и педагогов, и руководства университета создали такую площадку и создали такое мероприятие к 9 мая. Это очень здорово, что в наших учреждениях образовательных тоже помнят про эти памятные даты и делают всевозможные мероприятия. Несмотря на непогоду, уличное мероприятие собрало множество зрителей. Студенты активно интересовались экспозициями, фотографировались с ретроавтомобилями. По словам организаторов, каждое такое выложенное в соцсети фото, селфи – тоже вклад в сохранение памяти.